Я читаю из книги Ивана Петровича Плетт «Капля росы. Чтение на каждый день». Встречая в Библии доброе свидетельство о человеке, полезно спросить себя, может ли Бог сказать подобное обо мне? Размышления на Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 19 по 23 стихи Что ты скажешь о себе самому? Люди иногда свободно рассказывают о себе, особо не задумываясь о том, правда это или нет. Например, братья Иосифа свидетельствовали, мы люди честные, причем говорили это тому, кто на себе испытал их нечестность. Иона сказал, я еврей, чту Господа Бога, небес, сотворившего море и сушу. Книга пророка Иоанны, 1 глава, 9 стих В действительности же он не чтил Бога, он убегал от Него. Обычно люди говорят о себе лучше, чем есть на самом деле. Господь учит нас говорить о себе скромно. Мы рабы, ничего не стоящие. Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих Это должны быть не только слова, так нужно и думать о себе. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Послание к кремлинам, 12 глава, 3 стих Апостол Павел писал о себе «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Первое послание к Тимофею, 1 глава, 15 стих Когда мы говорим о том, чего достиг в нас Господь, мы можем и должны говорить положительное, открывая истину. Пророк Еремея говорил «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Книга пророка Еремея, 20 глава, 7 стих А Петр, в ответ на вопрос Господа, отвечал «Ты знаешь, что я люблю Тебя». Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих Апостол Павел о себе и своих сотрудниках говорил «Мы же не искалеблющих на погибель, но стоим в вере спасению души» Послание к Евреям, 10 глава, 39 стих Подобные свидетельства должны звучать так, чтобы прославить Господа и послужить добрым примером для других Встречая в Библии добрые свидетельства о человеке, полезно спросить себя «Может ли Бог сказать подобное обо мне?» Например, о Корнилии написано «Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостеней народу и всегда молящийся Богу» Деяние апостолов, 10 глава, 2 стих А о Варнаве «Он муж добрый и исполненный Духа Святого и веры» Деяние апостолов, 11 глава, 24 стих Если ничего подобного Бог не может сказать о нас, то почему? Что нужно сделать, чтобы стать достойным Божьего одобрения? Отрицательные примеры тоже должны побуждать нас к самопроверке Не похожи ли мы на данного человека? Например, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего Книга Ниемии, 3 глава, 5 стих Пусть о нас говорят добрые, благословенные Как, например, они доброходны по силам и сверх сил 2 послание к Коринфянам, 8 глава, 3 стих 2 послание к Коринфянам, 8 глава, 5 стих